Всем привет, меня зовут Артем Первушин, вы на канале по инвестициям на фондовом рынке. Я в последнее время, видите, выхожу на связь не часто, но тем не менее у меня есть интересные моменты, которые я хочу вам рассказать про свой портфель. Начнем с того, что вообще в рамках этого канала я показываю свой портфель, свой путь в инвестициях и ради этого он и создавался, затевался. Чего-то сверхумного в этом ролике не скажу, все мысли мои вы можете по кризису посмотреть в прошлых, просто показываю, что у меня сейчас с портфелем происходит. Мой портфель выглядит сейчас следующим образом, 5 секунд, включу сейчас свой портфель, он немножко поредел, я продал часть акций из дивидендного портфеля, потому как у меня возникла мысль по инвестициям на рынке недвижимости, я нашел интересный объект, на который мне чуть-чуть не хватало, ну а то, что я продал часть акций, в целом ничего страшного не произошло с этим. Получается мой портфель сейчас состоит из 5 миллионов, там было 7 миллионов до этого, сейчас стало 5 миллионов, пару миллионов вывел из акций для того, чтобы приобрести объект недвижимости, об этом чуть позднее, может быть на канале, если вам интересно будет, расскажу. Ну и получается, что мой ожидаемый месячный дивиденд равняется чуть менее чем 18 тысяч рублей после налогов. Если вы отмотаете историю канала, вы увидите, что в начале года у меня такой дивиденд и был, то есть по факту прошло полгода, ну и я вот откатился на уровень начала этого года. Плохо это, ну кто-то может быть скажет, что плохо, с другой стороны, обратите внимание, если бы я квартиру не покупал, я считал, я же вам в последних видео тоже это показывал, те заработанные деньги, которые вот за полгода я заработал, если бы я инвестировал на фондовом рынке, ну получается у меня был бы доход около 65 тысяч рублей в месяц, а на начало года я ставил отметку в 50 тысяч рублей в месяц. То есть в любой момент, я там хороший объект подобрал, я в любой момент думаю его могу скинуть с дисконтом небольшим, тем не менее все равно в плюс. И если понадобится, смогу купить акции, во-первых, а во-вторых, у меня еще полгода впереди, если я за эти полгода такого результата добился, я думаю, что в любом случае цель моей остается. То есть она в любом случае у меня там 50 тысяч рублей до конца года выйти, посмотрим достигну или нет. Но если я за полгода превысил ее нехило, ну соответственно я предполагаю, что за эти полгода возможно тоже, 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 тоже нагоню, наверстаю, ну а в случае чего, если вдруг приспичит, можно и из недвижки сюда вот будет вывести, 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 вывести деньги. Ну по крайней мере это у меня так пока что в планах, посмотрим, что получится, может быть ни хрена не получится, вы надо мной посмеетесь, ну хотя бы, хотя бы повеселю народ на ютубе. Портфель выглядит следующим образом у меня сейчас. Получается, ну вот я частично акция, получается акция продала на 35 тысяч долларов. Не хотел, не планировал, но вот так вот получается иногда, и это большой плюс, кстати, акции, что, ну штука ликвидная. То есть, ну в данном случае у меня не акцию, у меня GTF, который на внебиржевом рынке торгуется, тут ликвидность под вопросом, потому что, видите, у меня тут даже замок нарисован, я не могу эти доллары вывести сразу, там надо 2-3 дня подождать, пока сделка пройдет и деньги поступят на счет. Вот, но тем не менее, 2-3 дня это не большой срок, то есть по щелчку пальца, по факту вот ты можешь продать свои акции по рыночной цене и деньги получить, деньги получить. Ну вот 35 тысяч долларов продал. Хорошо это, плохо это, ну я думаю, что нормально, ничего страшного не произошло, особенно учитывая, что я не откатился назад, в начале года у меня такой результат был. Ну может быть там на 700 рублей было побольше, там около 18 тысяч рублей было, но это абсолютно не деньги, ничего страшного не происходит. А это, что касается моего портфеля, это что касается моих инвестиций, моих мыслей. Кроме того, предвижу вопросы, что это за табличка ниже. У меня есть второй канал на ютубе, где я торгую криптой. И вообще, многие спрашивают, откуда у меня деньги, я трейдер на рынке криптовалюты, торгую крипту с 17-го года и начал выводить деньги из рынка крипты и инвестировать их на фондовый рынок в 2018, концу 18-го года я начал этим заниматься. Почему? Потому что, если бы я ничего не выводил, ну у меня там счет превысил определенные рамки, в которых ну торговать было довольно тяжело и когда у тебя там счет довольно большой, ты там плюс 10%, минус 10%, тебя колбасит просто только так и, соответственно, вдруг там что-нибудь так произойдет, там деньги потеряешь и фактически зачем я работал тогда все это время получается. Вот с этими мыслями я выводил деньги на фондовый рынок, инвестировал, ну и, соответственно, тут определенные цели перед собой ставил, об этом все можете на канале посмотреть. Вот, и я на своем втором канале, где рассказывал про рынок криптовалюты, решил провести эксперимент, то есть я не инвестирую в крипту ни в коем случае, я ей только торгую. То есть купил, продал, купил, продал, зашортил, продал дороже, купил дешевле, отдал заимствованное средство в крипте. Таким образом я работаю, но многие подписчики, я бы, наверное, даже сказал половина, я не проводил опросов, но так вот сколько вижу по обратной связи, там по комментариям, по сообщениям в соцсетях, примерно половина, которая смотрит меня по крипте, делает то же самое, что вы делаете на фондовый рынок. Купил и держишь, купил и держишь, но биткоин по факту, что это такое, да, и там другая крипта, это пузырь, который за собой, под собой ничего не несет. То есть там единственное, что люди хотят сделать, это продать его дороже, то есть купить сейчас, продать дороже. Вот есть люди, которые торговать не умеют, приходят и думают, а вдруг повезет и продам его дороже. По мне так это не лучшая стратегия, просто вот в семнадцатом году был хайп крипты, и там действительно можно было дороже продать. Вопрос будет ли это в будущем, скорее всего, нет, но тем не менее, я сейчас провожу такой интересный эксперимент, который называется инвестиции в криптовалюту на своем втором канале, кому интересно, можете посмотреть. Скорее всего, из этого ничего хорошего не получится, по крайней мере, у меня такие ожидания, но тем не менее, вот там сто долларов я уже в биткоин инвестировал, каждую неделю по сто долларов буду туда докидывать. Это вот анонс, анонс шоу на втором канале, может быть, кому-то будет интересно. Так, ну и что думаю делать сейчас? Сейчас думаю, в любом случае, продолжать покупать акции, то есть там из месяца в месяц я продолжу акции покупать, вот сейчас просто немножко другим делом занялся, и на ютубе меня меньше, времени просто не хватает. Но тем не менее, я буду продолжать покупать акции на канал, подписывайтесь, смотрите за прогрессом. Возможно, как я сказал, к этому году, к концу этого года прокручу деньги немножко в недвижки и снова в акции инвестирую. На следующий год, думаю, что поставлю себе цель где-нибудь 1100 рублей в месяц уже пассивно получать дивидендами, или там, может быть, недвижку в сдачу тоже можно сдать, неплохие деньги получать. Посмотрим. То есть на этот год 50 тысяч цель на следующий, я думаю, что 100 будет, а если в этом году хорошо получится, может быть, и в этом году 100 тысяч рублей получится цель добиться, на следующий год цели поставлю побольше. Ну, как я сказал, может быть, ни хрена не получится, поэтому вам, я думаю, будет интересно смотреть. Кроме того, ссылочка будет в описании, обратите на это внимание, на мой инстаграм и телеграм-канал. Телеграм выглядит следующим образом. Всем спасибо, кто подписывается, кто подписывается, нас 14 тысяч человек. Здесь я контенту даю чуть больше. Последнее время, как видите, тоже не так много, как раньше, публикую записи, потому что времени не хватает, немножко другим делом занят, как говорю. Но, тем не менее, все равно подписывайтесь, нас 14 тысяч. Людям интересно, людям полезно, и я думаю, что вам тоже это будет интересно, полезно. Ссылочка, ссылочка, ссылочка внизу. Абсолютно бесплатно, публично, рассказываю про свои цели, мысли, достижения. Вот про доллар тоже много информации давал. Про крипту также даю, про трейдинг. Я думаю, что многим здесь сидящим будет это интересно. Такие результаты. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Можете сказать мне, что я откатился назад на полгода. Ну, посмотрим, что будет через год. Всем пока.